Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигр! Насыщенный последний месяц зимы подходит к концу, и, как говорил классик, запахло весной метелем отбой. Ну а в марте нас ждет хоть и не такое большое количество крупных релизов, но каждый найдет во что поиграть. Ну а пока устраивайтесь поудобнее, намазывайте нутеллу на тост и наливайте молока. И, конечно, не забудьте оформить подписку на этот канал, нажать на кнопку лайка и колокольчика. А еще присоединяйтесь к нашим соцсетям по ссылкам в описании и первом комментарии. И начинаем! 3 марта выходит довольно-таки ожидаемая Волонг Фоллен Дайнасти, что перенесет игроков в эпоху Тройцарства и династии Хань, которая охвачена хаосом и разрушением. Главный герой – боец ополчения, который сражается с демонами и монстрами, защищая свое королевство. В игре есть хардкорная боевая система с акцентом на восточные боевые искусства, а также драматический сюжет, наполненный насыщенными событиями. Тогда же выходит динамичный экшен-платформер Steelborn в научно-фантастическом сеттинге, где пользователь играет за члена земного штаба, которому поручено выяснить судьбу потерянной колонии на планете VL-744. В проекте представлен увлекательный игровой процесс и непредсказуемый сюжет, который не дадут игрокам заскучать в этом приключении. Вам придется не только управлять роботом, но также использовать свой реактивный ранец, пять видов оружия и даже катану, чтобы исследовать тайны планеты и сражаться с противниками. В игре есть возможность покидать робота и передвигаться на своих двоих для более полного изучения местности. 7 марта выходит Hotel Renovator. Если вы когда-нибудь играли в серию Sims, то знаете, сколько там можно потратить часов на обустройство своей дорогой сердцу квартирки. Кто-то решил сделать из подобного редактора отдельную игру. Hotel Renovator предлагает вам роль дизайнера по интерьерам, превратившего обустройство отелей в свой бизнес. Примечательно, что для инди-проекта трейлеры показывают какую-то неправдоподобно хорошую графику. Берут в интерактивную школу дизайна с 7 числа. 8 марта выходит Contraband Police. Игровой проект, который был разработан в жанре симулятора, в котором пользователю предстоит взять на себя довольно необычную роль. Роль командира пограничного поста. На ваши плечи возлагается большая ответственность и масса обязанностей, справиться с которыми не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Главное быть внимательным, ведь многие попытаются вас обхитрить и пересечь границу незаконно. Тщательно проверяйте все документы, а также не забывайте учитывать техническое состояние того или иного транспортного средства. Исследуйте как внутри, так и снаружи каждую машину, дабы там не было никакой контрабанды, либо других факторов, не позволяющих въезд в другую страну. 9 марта выходит Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse, переиздание хоррора Zero Tsukihame no Kamen. Сюжет игры рассказывает о трех девочках, Рука Минадзуки, Мисаки Асу и Мадока Цукимори, которые отправляются в санаторий, где 10 лет назад на них напал серийный убийца. Однако позже оказывается, что героиням предстоит стать свидетельницами мистических событий. Оригинал вышел в 2008 году. Также 9 марта выходит Clash Artifacts of Chaos, приключенческий экшен с видом от первого лица от создателей The Endless Cylinder и серии Xena Clash. Главный герой игры – воин-отшельник Псевдо, проживающий в необычной стране Зенозойке. Долгие годы он жил вдали от всех, но однажды оказался втянут в поиск артефактов хаоса. От них зависит судьба мира. На пути его ждет много сражений, но обычными их не назвать. В Зенозойке правила боя определяются игрой в кости, а бросок кубика может оказаться важнее любых навыков. Еще 9 марта выходит Figment 2, Creed Valley, приключенческий боевик, действия которого разворачиваются внутри человеческого разума. Кошмары сеют хаос, разоряя некогда мирные земли. Вместе с Дасти, воплощением храбрости разума, вам предстоит решать головоломки, сражаться в музыкальных боях и исследовать уникальное окружение. В конце первой декады марта релизнется Black Fate Forsaken – хардкорный ролевой экшен, вдохновленный из знаменитой серии игр Dark Souls. Вы будете играть за рыцаря легиона охотников, который столкнулся с миром, охваченным хаосом и разрушением, и пытаться выжить на одном из последних уцелевших форпостов. Но темная угроза, омниструктура надвигается, и только главному герою предстоит решить судьбу мира. Игроку придется пройти более 30 часов насыщенного геймплея прохождения в открытом мире. В Black Fate Forsaken есть глубокая система классов, которая позволяет выбирать свой собственный стиль игры и настраивать своего персонажа под свои потребности. Кроме того, игра обещает отличную боевую систему, которая ориентирована на хардкорный стиль игры и вдохновлена боевыми искусствами. Игроку также предстоит исследовать мрачные локации, сражаться с различными врагами, включая боссов, и решать головоломки, которые будут встречаться на его пути. Black Fate Forsaken обещает быть захватывающим ролевым экшеном, который заинтересует любителей хардкорных соулслайков. 14 марта произойдет долгожданный релиз Valheim на консолях нового поколения. В Valheim игроки играют за викинга, который отправляется на загадочный континент, созданный великими богами. Игрокам предстоит собирать ресурсы, строить убежище, разрабатывать новые виды оружия и доспехов, исследовать новые территории и побеждать монстров, прокладывать дороги, создавать мосты и даже строить собственные корабли. В игре есть система прогрессии персонажа, которая позволяет игрокам развиваться и улучшать свои навыки, что делает героев сильнее в бою. Ну а совместное прохождение приключения вместе с друзьями может сделать игру еще более увлекательной. Спустя два дня, именно 16 марта, выйдет еще один порт на консолях. Теперь это Anno 1800. Игра из серии управленческих стратегий в реальном времени, переносящая игроков в эпоху индустриализации и больших открытий. Вам предстоит выступить в роли правителя и создать огромные мегаполисы, организовать эффективные логистические системы, заняться исследованием и освоением новых земель, а также доминировать над своими противниками с помощью дипломатии, торговли и войны. Игра поражает своим размахом и вниманием к деталям. Здесь каждый игрок сможет почувствовать себя настоящим правителем, решающим важнейшие вопросы экономики, политики и дипломатии. Отличительной особенностью игры является ее удивительно проработанный и детализированный мир, который создает невероятно реалистичную атмосферу эпохи 19 века, полный интриг, событий и головокружительных достижений. 17 марта выходит WWE 2K23. Продолжение серии популярных симуляторов рестлинга, сделанное по лицензии WWE. На обложку попал Джон Сина, карьере которого посвящена сюжетная кампания. Игроки смогут сразиться с ним в самых ярких его боях. Главное нововведение — режим Wargames, в котором игроки могут сражаться друг с другом в форматах 3х3 или 4х4. Ну а 24 марта, наконец, увидит свет Resident Evil 4 ремейк, который, как ни парадоксально, является ремейком легендарного приключенческого экшен-хоррора с видом от третьего лица в серии Resident Evil. История четвертой части разворачивается в 2004 году, спустя 6 лет после событий второй части. Леон Скотт Кеннеди — правительственный агент, отправленный с миссией в Европу. Ему предстоит спасти Эшли Грэхэм, дочь президента США, похищенную таинственным культом. Путешествие в небольшую деревушку, находящуюся в Испании, оборачивается встречей с ее кровожадными жителями. 28 марта релизница Crime Boss Rocky City — игра, в которой игрок занимает место криминального босса небольшого городка. Руководители нескольких преступных группировок, включая главного героя Трэвиса Бэйкера, соперничают за эту должность. Они грабят, борются за территории и делают все, чтобы разбогатеть и расширить свое влияние на город. В этом проекте можно играть не только в одиночку, но и с друзьями, что увеличивает куш после ограблений. Среди актеров, задействованных в игре, такие звезды, как Майкл Мэтсон, Майкл Рукер, Ким Бессингер, Дэнни Гловер, Дэмиан Пуатье, Дэнни Трэхо, Ванила Айс и даже Чак Норрис. В тот же день состоится релиз ремейка игры The Last of Us на ПК, оригинально выпущенной в 2013 году, а теперь пересобранной на движке The Last of Us Part II. В новой версии игры графика, геймплей, боевая система и управление были улучшены, а также добавлено дополнение Left Behind. Игра рассказывает уже почти классическую историю выживания людей в мире о пустошенном эпидемии, где немногочисленные жители разрушенной цивилизации вынуждены убивать друг друга ради еды и оружия. Главный герой игры Джоэл является опытным выжившим, который отправляется в опасное путешествие по руинам США. Ему на пути встречается девушка-подросток Элли, которая становится его спутницей. Их приключения в этом опасном мире принесут им много испытаний и трудностей. 29 марта выходит Small Land Survive the Wilds. События игры разворачиваются в фэнтезийном мире коротышек, которые пытаются расширить территорию своих народов в диком, неумолимом и постоянно меняющемся мире. В ходе путешествия игроки сражаются с различными врагами, включая тараканов, пауков, ос, жуков, муравьев и не только. В игре можно строить базу и крафтить снаряжение. Кроме того, есть возможность играть в мультиплеере с друзьями. 31 марта выходит The Great War Western Front – тактическая ролевая стратегия в реальном времени с изометрическим видом. Вам предстоит выбрать фракцию и привести ее к победе. Вы сможете командовать армиями в жестоких сражениях в режиме реального времени и в то же время определять ход всей войны в пошаговом стратегическом режиме. Возводить укрепленные районы. Исследовать новые виды вооружения, такие как ядовитые газы и танки. Принимать ключевые решения, последствия которых способны серьезно повлиять на результат боевых действий. Думать как командующий. Повторить историю или изменить ее. System Shock Remake выходит в марте, но точной даты релиза у игры нет. Это переосмысленная версия культовой игры System Shock 1994 года, которая считается одной из предшественниц жанра шутер от первого лица. Игра переносит нас в далекое будущее, где одна из крупнейших корпораций Trioptimum управляет орбитальной станцией Цитадель. Но однажды искусственный интеллект станции перестает подчиняться людям и начинает мутировать сам, также превращая членов экипажа в кровожадных мутантов. Игроку в роли хакера нужно будет попытаться выжить на станции, уничтожив искусственный интеллект и спася оставшихся в живых. В игре реализована киберпанк-стилистика, а также элементы ролевой игры и различные механики взлома и сражений в реальности и в киберпространстве. Ну и на этом у нас все. Обязательно поделитесь в комментариях, во что вы будете играть в марте. Конечно же не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и со всей силы бить в колокол. Оставайтесь с нами, дальше будет только интересней. Субтитры сделал DimaTorzok